Радио Релакс ФМ Релакс ФМ Так, всем привет! Пока вот жду коллегу, пойдем в следственный изолятор Пока жду коллегу, вышел, писали, выходите в прямой эфир Выходите в прямой эфир, вот вышел Давайте, мы только обойдемся без приветов Ну, доброе, да, саламы, день добрый Чего с Давидичем не приехал в Казань? Ну, а почему я должен с Давидичем везде ездить? В Иркутске, Давид же ездит по своим делам В Иркутске просто так случилось, что я по делам поехал И он поехал По своим И там пару дней Можно было Вот, а я в Иркутске был по своим делам, просто так совпало Да, с селенской родительской, спасибо вас тоже Только что со службы Из храма еду Так Чего, как чувствую Погода нормальная, с утра было холодно Сейчас вот Более-менее На весну, конечно, не похоже, но Значит, по Кирову там спрашивали Мы свои тоже письма писали И в СК И Центральный аппарат СК отменил все эти Действия, которые были совершены в отношении председателя Ой, директора поликлиники Значит, главного врача Когда якобы мама забыла ребенка на несколько дней И все молчали Бабушка была, молчала Вся недовольная сегодня, улыбка куда пропала А что, вы посчитаете, что я постоянно улыбаюсь? Нормальное лицо Радио, релакс ФМ играет Есть ли у вас мнение по поводу деятельности ФАС Надо расширить Не расширить надо, а надо ФАС лучше работать Потому что пока она работает как-то Спустя рукава, я бы сказал На Ставрополе Ну, бываю на Ставрополе Правильно сделали, что перенесли из столицы до ВФО Во Владивосток Слушайте, но Это же не мне решать Должны решать власти и люди Как считаете, до сих пор в силе То, что если суд дал малый дет-убийц по мнению сидящих То на зоне, по-своему, восстанавливаться пройдется Нет, нет Бывают такие ситуации, что И самые мерзкие, гадкие люди На зоне, которых действительно раньше рвали Они сидят припеваючи Увы А бывает, что человек там попал за кражу или за наркотики Его там избивают, убивают, насилуют То есть самые разные бывают случаи Поэтому такого нет, что, знаете, там Кто-то будет восстанавливать, так сказать, социальную справедливость Потому что восстановят так Навесят И ему дополнительный срок И с администрацией Будет там работа проведена следственными органами Поэтому Я думаю, что Сейчас все не так По крайней мере Вот я сколько случаев знаю таких Ничего Там особого не происходит Ну вот Наталья просится Давайте, Наталья, заходите Не хочет Наталья заходить Отклонила приглашение Зачем тогда добавляетесь? Удивительные люди, конечно Удивительные люди Иркутску тоже привет Ни по каким я делам не специализируюсь Мне вчера друг сказал, что Кто-то пытается отравить каким-то газом Типа пускают газ в квартиру Либо подкинули вещество Ну, может, у него и крыша поехала Вы посмотрите Присмотритесь к нему внимательно А может, действительно Где-то какая-то утечка газа идет Вот пишет Емеляненко на косорезе Слышали? Ну, не слышал Но если вы употребляете Такую абсценную лексику Блатной жаргон Ну, возьмите у Саши Емеляненко И свой аккаунт Напишите ему, что Братух, ты на косорезе взял И посмотрим Побеседуйте с ним сами Вообще, очень удивительные люди Как будто Мы, каждый из нас Не косорезе Я не советую книги Которые читать Я иногда делюсь своим мнением Если я что-то начинаю читать Или прочитал Мне понравилось А так я, конечно, советую Как относишься к чичварке Ну, никак не отношусь Я не люблю очень тех, кто Ну, вот он бизнесмен И, наверное, неплохой бизнесмен Но если ты уехал из страны Если ты уже организовал свой быт И бизнес за рубежом Ну, не ругай Это, знаете, похоже, как Муж с женой расстаются Жили там Она ему детей нарожала Купили там имущество По-моему, разводится И муж или жена Говорит, да вот он, козел Или там он говорит Да вот она проститутка Она тварь Вот то же самое Мне напоминают те люди Которые здесь жили Здесь заработали деньги Капиталы Правдами, неправдами Да, но заработали Стали известными Богатыми Потом что-то там случилось Они уехали в другую страну И начинают из другой страны Хай И страну И людей И порядки И все-все-все Ну, уехал, живи Флаг тебе в руки Бог в помощь, как говорится И живи там Поэтому я вот это не понимаю Павел, как относитесь К золотой молодежи Правильно взяли Что в кавычку К золотой молодежи Вот к золотой тупой молодежи Гадкой Отношусь резко негативно А к золотой молодежи Я считаю Ребят, которые там Служат в спецназе Которые выигрывают Там Олимпиады Которые становятся учеными Вот парень недавно Спас в самолете Десятиклассник Человека От инсульта Или инфаркта У него что-то случилось Вот К такой молодежи Я отношусь Положительно И считаю Ее золотой По-настоящему Так его по большому счету Вынудили уехать Ну и что И жена может быть сварливая И вынудила мужа развестись Но это не дает мужа право Потом Ходить и ее Херами обкладывать Понимаете Поэтому вот так Смотрел фильм Судья И тоже не люблю Когда мне фильмы рекомендуют Я вот ни у кого Никаких рекомендаций Не спрашиваю По фильму Если кто-то из друзей Там и знакомых Делится впечатлением Говорит Я вот это смотрел Хороший А я так не делаю Я не хожу Не спрашиваю А ты был в кино А что смотрел А посоветуй мне У каждого Своё восприятие Я вот даже книги Знаете как Беру Во-первых Обложку смотрю Название А потом открываю Одну страницу Там часть текста Почитал Другую страницу Часть текста То есть Она должна Что называется Светануть Вот как машина Вот ты выходишь Вот стоят четыре Одинаковых Мерседеса Или Ауди Или БМВ Или там Я не знаю ВАЗ-2109 Ты посмотрел Вот это именно То есть они одинаковые Они на одном заводе Собраны Да Одна модель Один цвет Одна комплектация Но ты посмотрел Вот именно вот это моя Так и с книгами И с фильмами Поэтому Вот так вот я думаю Чего пожалуйста Если ваши родители Были бы против Вашей будущей жены Вы бы пошли Против родителей своих Да Это же моя жизнь Я выбираю Всё что будет В моей жизни И Правильный я Выбор сделал Или неправильный Я Только я Несу за него ответственность Не родители Родители Вообще Это Только те Кто тебе К тебе дал жизнь То есть это проводники Воли создателя То есть создатель Вдохнул в душу Тебя Тебя родители зачали Как у Высоцкого В песне Спасибо вам Святители Что плюнули Додумали Что вдруг Мои родители Зачать меня задумали Вот Поэтому Родители-то задумали Но всё по воле Божьей Делается И задача родителей Только обеспечить Быть и здоровье Да Ребёнка Взрастить его До какого-то Определённого времени А дальше сам Ну есть такие Дети Которые в 50 лет Там у мамы Папы Всё спрашивают Наступают себе На горло Делают всё Как мама с папой Вилят Да А потом Или спиваются Или Живут и плачут В подушку Жизнь Человек Человек в жизни В своей Должен принимать Только сам Ответственность К чёрному юмору Отношусь Резко Негативно Станя пришла Что нас присоединят К России Слушайте Ну вы же не штекер Да А Россия не розетка Ну кто вас куда присоединит И как я могу сказать Нужно Не нужно Я вообще считаю Что нужно Воссоздать Страну Как вот СССР Была Российская империя СССР Сталин Воссоздал Практически В границах Российской империи Но не все Придержатся Такого мнения И не только Во власти Да Ну и люди Вот кому-то нравится Понимаете Жить в Кыргызстане Независимом Кому-то В Казахстане Кому-то в Беларуси А кто-то в той же Беларуси В Кыргызстане И в Казахстане Хочет опять Быть гражданином России Да Хочет Чтобы вернулось Всё Это такой Знаете Спорный вопрос Это исторические моменты И Любые объединения Это исторические события Понимаете Вот Большая часть Подавляющее большинство Практически все В Крыму Вышли и сказали Хотим вернуться Назад в Россию Провели референдум И Безусловно И вернулись Ну будет так В Казахстане Или ещё Где-то Ну Значит так Случится Не будет Значит не Случится Чё Об этом Просто так Говорить И рассуждать Вот знаете Когда спрашивают Как относишься Пятидесят К протестантам А как ты относишься К чеченцам А как ты относишься К армянам А как ты там А почему я к кому-то Должен плохо относиться Понимаете Вот У меня такое ощущение Как относитесь К армянам Павел как относишься К армянам Вот вопрос Ответ Рубрика была Сто человек Отвели А как относишься К армянам Значит они Ничего не знают Почему я должен Плохо относиться Как к пятидесятникам То есть это Что ущемлённое Самолюбие какое-то Вы думаете Что к вам плохо Относится Весь мир Да вас не должно Волновать Кто к вам Как относится Будь вы Пятидесятники Субботники Там я не знаю Зожники С правильным питанием Или спорт Не надо И тем более Не надо трогать Национальности Относиться К человеку Нужно по делам По его Сущности Понимаете Поэтому не надо На это акцентировать Внимание Я ко всем людям Отношусь нормально Кто живёт нормально Кто Делает добрые дела Кто Саморазвивается И делает Чуть-чуть Хоть мир вокруг Лучше себя Поэтому мне Не важно Все остальное Куда посоветовать Я думаю Вот скопайте Ну вот куда Думаете Туда идите Зачем я вам должен Что-то советовать Чтобы потом Сделали Как я сказал И думали Пятницкий Есть способности Физиогномиста Ну уже давно Физиогномика В прошлом Уже новые Веяния Есть Которые Взяли за основу Физиогномику И Развили это Все Поэтому Применяйте Как-то Спасибо На добром Слове Так Пролисталось Ну тоже Ребят Ну давайте Не будем Об этом Вот как у вас Погода Вот кто-то Задал Но я думаю Большинство Не интересует Как у нас Погода То есть Ну если бы Был лютый мороз Я бы сказал Об этом Скал бы Ребята уши В трубку Сворачиваются Если бы был Я сейчас Где-то На морях Я бы вам Показал Свои Ноги Со сломанными Пальцами Скал бы Как красиво Я вот тут Лежу Тепло Загораем Надо говорить О чем-то О том Что Всех касается Всех интересует Как настроение Выходной Или опять Трудиться Ну выходной Но вот я был В храме На службе Сейчас еду В следственный Изолятор С проверкой Вот напарника Жду Нет Не буду Я вам Помогать И мне не надо Вот этих словословий Павел Я вас очень уважаю Увожаю И знаю Что вы помогаете Людям Попав в сложную Жизненную ситуацию Так помогите Нам Очень вас Прошу Ребенку Нет Не помогу Потому что Я помогаю Людям Нормальным У которых Голова есть Которым Миллиард раз Я объяснил Как надо Сделать Как прислать Обращение А людям Которые Мне засирают Комментарии Или директ Я не помогаю Потому что Я не скорая помощь И я не облечен Властными полномочиями И Содействовать Где-то Попытаться Что-то сделать Я могу Только тогда Когда человек Присылает Нормальное обращение И то Одна Написала Дура Значит С детьми На 6 квадратных Метрах Ютиться Живет С Отцом С пенсионером Который Тяжелый И с двумя Братьями Один из которых Уголовника Второй Алкаш И этот брат Всех терроризирует Привел какую-то жену Еще с тремя детьми У отца Пенсию Забирать То есть Ну семья Такая В этой семье Жалко только детей Она говорит Помогите Там Я попросил Там Направили Бунимовичу Письмо Уполномоченный По правам ребенка В Москве Он в состоянии Следственный комитет Подключите опеку Ну как-то Урезонить Этого Псевдоуголовника Негодяя И что вы думаете Это женщина Мне пишет Ой Надеюсь Вы не Кузнецовой Отправили А то я там То есть ты понимаешь Ты еще включаешься Ты еще начинаешь помогать И тебя еще Говном обмазывают Еще недовольны что-то Ну вот в итоге Мы ее лишим К херам Родительских прав Заберем детей А со своими братьями Олигофренами И со своим папой Да Который таких детей Воспитал Ублюдков Что они его бьют Пенсию забирают Сестру терроризируют С племянниками Вот там Пусть и разбираются В своих 38 метрах Понимаете То есть Жестко Грубо Да Такая жизнь Да Жестко и грубо Потому что Не надо Свои проблемы С больной головы Перекладывать На здоровую И Оказывать Содействие кому-то Да Стремиться чем-то Ну помочь В меру сил и возможности Можно только тем Тем кто Это вот достоин Кто этого заслуживает А вот таким вот Ну Непонятным личностям Нет Любовь живет Три года После этого Наступает Просто привязанность Нет не так И у каждого Вообще по-своему А вы Астраханцев Наверное Хотите мне Стать тут Чип-лидером Да По количеству Заданных вопросов Вы уже про все спросили И про ИСК И про любовь И про То есть Чувствую себя На интервью Нет Скорая помощь Не будет платной Несколько лет назад У некоторых Больных Голов Была такая Инициатива Мы всем скопом Все общественные Деятели Там Представители Парламентских Партий Непарламентских Навалились И от этой идеи Отказались То есть Это совсем будет Идиотизм Павел А что с ногами Как пальцы сломали С лестницы Упал дома Про Федя Мирянька Слышали Вот только Кадыров Ничего не слышал Что Ну Мирянька Сашу Достали в полицию После ДТП В нетрезвом виде Пытался скрыться До кучи Вот это Не слышал Вот это Я не слышал Посмотрю Сейчас что там У тебя религиозной тематики Очень много Не в обиду Ну правильно А мне не в обиду Если тебя это напрягает Талман толк Ну отпишись от меня И все Я же тебя сюда не звал И не пытаюсь удерживать Конечно Религиозной тематики У меня много Потому что я стараюсь Стать достойным Сыном Христа До того момента Когда Господь Презовет меня наверх И все остальное Вы Там Семья Родня Друзья Работа Карьера Это все пыль То есть конечно Я люблю свою семью Я люблю своих друзей Я хочу где-то Реализоваться Стать Но Это все второстепенно Потому что там Не будет ничего Там будет душа Только И поэтому У меня вот такое Мировоззрение Ощущение Да Я Я не святой Я не Весь такой Правильный Но я очень верующий человек И конечно Я и грешу Еще что-то делаю Но Я считаю Что у меня немного Религии Если кому-то Это не нравится Что я Где-то что-то говорю Что-то Обсуждаю Делюсь чем-то Ну Как сказать Я же насильно Вас не тяну Отпишитесь Да и все Дудю Приди Интересно Тебе послушать Да Ну Я же Не какой-то Известный Великий Что меня Дудь звал А если Я бы попал На интервью То я бы еще У него Интервью взял Нет Не практикую Я Транссерфинг Семья назвал Горшок у себя Подать И не лезет сюда Вот Его скрыл Эфир И больше Никогда Не увидит Вот В нашем регионе Хотят обязать Оплату за мусор Хотя с нами Никакой Подскажите Как быть Не подскажу Потому что Я ни черта Не понял из этого И я не должен Понимать Что там В вашем регионе Вот возьмите И обратитесь Там в регионе Кто занимается Этой проблематикой Профильным депутатом Городской думы Законодательного собрания Что же вы делаете Да Кто хочет В каком регионе Какую оплату Какой договор Блин Кто Ничего Вот две строчки Вы считаете Что я вам сейчас Что-то расскажу Вот поэтому В жопе и живем Все ребята Поэтому в жопе и живем Поэтому онлайн школу Мы сейчас готовим Для чего Чтобы человек Мог образовываться Но платил За это деньги Потому что Бесплатно Да Ходить там Это мы Не вуз Не институт Не Был я в Чебоксарах Смирнов 7 Что у вас Что вам это дало Что вам дала Эта информация Что прикольно Что Павел Пятницкий Был в Чебоксар Павел Пятницкий Объездил всю страну Весь Советский Союз Практически Весь мир Что сделать Давайте ребята Пошел я в СИЗО Берегите себя Развивайтесь Будьте Добрые как дети И мудры как зми Или как В общем Давайте Всем добра А я в тюрьму Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому